итак сегодня у нас лоси лоси будут гонять значит здесь 26 кубиков да как вы помните с трубой у нас на dbxl больше ничего не менее это что торчит а ты не соединился все и здесь у нас обр 34 куба труба ли плохо все дела сейчас надо заправить только у меня тоже не заправлен поэтому сейчас мы будем заправлять вот такой вот кейс кейс здесь у нас вороночки и бензинчика здесь на целый день надо взболтать прежде чем залить его вообще просто давно не катал а давай стартанем наглядник и так драк рейсинг двух лосей сейчас мы посмотрим что такое обеер мне бы тебя бы не сместить давай да обр сразу снизу просто валит и все уже сам зависит от зацепа резины раз-два-три да так, снизу будем стартовать он с каким-то копьем спереди и так, раз два, три посмотрим, посмотрим, стал ли он побыстрее на треке конечно, трек постоянно разный но вот, видите, вот в этом повороте отлично можно войти максималка осталась та же самая поэтому здесь не будет никакого преимущества на прямой но вот этот поворот сложный немного быстро не проходим здесь потому что мы здесь стоим так давай, давай, давай траву ушел, трава очень сильно тормозит автомобиль прямая чувствуется хочу больше, вот, реально прям прямая, ее достаточно здесь вот, боком ходим вот здесь боком не получается выкид клюет носом в этом прыжке, да, не управляется автомобиль ладно, чуть-чуть сброшу там время колесо бы не мешалось было бы нормально давай, 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 давай последний кружок ну что же, посмотрим, блин, да что-то я по привычке решил выжать в конце чуть-чуть покривил колер а что согнуло? ну как-то крепление, чуть-чуть съехал, видишь так, я сосредоточен, поэтому молчу так, я сосредоточен, поэтому молчу летает лось прекрасно но, конечно, не управляется максимум так, блиц там кривой ой, это зигзаг у нас блиц там прямой был отлично, два круга позади остался последний давай, ОБР покажем насколько мы быстрее от Чунги ушли насколько я помню, он ехал раньше минуты 17 давай, давай, вот этот и пересекает раз, два, три вау не плохо встретился с колесом приходится тормозить, чтобы не сбить лося мелкого бедное колесо отлично идем итак, каков же результат наших лосей значит, ОБР дает о себе знать соответственно, теперь скорость у нас стала быстрее и результат, соответственно, уменьшился то есть, теперь 1 минута 14,3 секунды что быстрее, чем предыдущий результат 1,17,3 теперь мы можем наравне с тигром соревноваться вот, лучший круг 24,4 что, соответственно, тоже лучше и, опять же, выходит из 25 секунд это неплохой результат значит, что касается ДБХЛ 26 кубиков плюс труба тоже дает результат и теперь 1 минута и 19 секунд что на 2,3 секунды быстрее вот, лучший круг 25,9 все равно не хватает ему мощности ну, из 25, чтобы выехать нужно будет прибавлять ставить зену и, я думаю, проблема будет решена резина вполне неплохая здесь, как бы, полностью устраивает роет неплохо мягенькая вот для зимы она, кстати, лучше, чем у большого лося по большому лосю резину я бы в идеале вообще бы поменял вот, чтобы улучшить зацеп то есть, роет, конечно, теперь отменно да, с низов просто валит но резина, я думаю, зацеп не идеальный и на зиму, вот, если гонять зимой я бы тоже бы поменял ее вот, посмотрим то есть, в будущем просто резину поменять здесь даже просто резину обходится где-то в 100 долларов ну, пока как-то не готов и так, лось у меня высасывает деньги вот, значит, друзья мои в следующей части чуть-чуть еще протюнинговый движок чтобы сделать его окончательно тюнингованным и на этом я с ним закончу замерим его максималочку, да и просто посмотрим, как он будет валить с небольшим еще тюнингом вот, максималку буду мерить также на 19-м пиньоне то есть, оставлю посмотрим, насколько увеличилась максималка путем смены движка с 26, скажем так до 34 кубиков все, заходим на сайт там есть все таблицы все замеры можете посмотреть всем пока максималочка там побольше будет о, первый друг, мы наравне давай, давай, давай Продолжение следует...